привет друзья с вами я дмитрий фреско вы смотрите очередной выпуск кулинарной пропаганды холода у нас продолжаются я все еще простужен поэтому продолжим мексиканскую тему сегодня острый суп да многие из вас сейчас наверняка скажут фу что за ерунда такая мясо давай подождите сегодняшний рецепт стоит потраченного на него времени на тысячу процентов самый убежденный питатель стейков попробовав сегодняшний супчик скажет обалдеть дайте 2 порции сегодня приготовим острый фасолевый суп с беконом по мексиканским мотивам он легко готовится поедается с аппетитом обладает мощнейшим согревающим эффектом и вообще у него масса достоинств и всего один недостаток готовится он долго но с другой стороны это ждать результата долго на внимание потребует минут 20 не больше итак для приготовления 4 литров это 14 16 порций зависимости от ваших представлений о правильном размере порции понадобится три стакана фасоли белая черная и такая типичная серо-бурмалиновая вкрапинку парочка средних морковок или одна большая если раздобудите других корней отлично будет еще вкуснее у меня корень который притворяется петрушкой что-то вроде репы и что-то вроде редьки мексиканец и русский братья навек одна крупная луковица вареный копченый бекон 100 150 граммов острый перец какие же мексиканские мотивы без острого перца у меня вот такой и каенский вот этих двух маленьких штучек хватит чтобы уже от одной ложки супа по всему телу подожало тепло и лавровый лист чтобы фасоль быстрее сварилась и он уже замочить в большом количестве воды часами 4 а лучше бы на всю ночь белок который не содержится создает отличную питательную среду для микроорганизмов результаты их жизнедеятельности увеличивать кислотность воды в кислой среде фасоль плохо размягчается плохо разваривается поэтому перед замачиванием фасоль надо полоснуть и добавить к ней пол чайной ложки соды соды нейтрализую кислоту другой вариант почаще менять воду вот здесь у меня варится фасоль которая замачивалась всю ночь я ее промыл перед варкой чтобы удалить остатки соды варится но у меня на среднем огне уже час и пока еще твердовато варить буду до мягкости в зависимости от сорта фасоли времени замачивания жесткости воды этот процесс может занять от 1 часа до 2 а вот помню был еще такой случай когда бы вы варились три часа но так и не сварились отправляю в кастрюлю порезанные корешки мелко нарезанный лук нужно зарумянить на растительном масле и добавить варенокопченого бекона подготовлю острый перец удалю семена а затем мелко покрошу лук готов бекон тоже отправляю все вместе с перцем в кастрюлю и теперь самое время посолить и добавить пару лавровых листов через пять минут выключу огонь а пока порублю кинзу наконец-то густой ароматный красивый в конце концов перец не обжигает а создают мощную приятную волну тепла а когда постоит станет еще лучше попробуйте и вы пожалеете только о том что не сделали этого раньше вот и все на сегодня понравилось пальцы вверх не поленитесь пропагандируйте кулинарную пропаганду репостами заглядывайте на мои страницы в жж в блогер в инстаграм там вы найдете то что не влезло в youtube спасибо за компанию до встречи адьос мучачус мучачус Продолжение следует...